Артём Михайлович, мы все прекрасно помним замечательный фильм, это же два фильма про Остапа Бендера, который получил свой миллион в Советском Союзе и не знал, куда его потратить. Вот вы уже были баснословно богатый человек ещё при Советском Союзе. Вы куда их тратили? Что у вас была за машина? Где вы жили? Какие были ваши привычки? Ну, два слова, прежде чем я это всё буду рассказывать, правда? Да, конечно. Я вот к своему стыду раньше не видел вашу передачу, посмотрел её сейчас, забежал и понял, что рубрика называется «Старикам здесь не место». Ну, если мне нужно изображать старика, я могу тут два раза какой-нибудь претечный приступ мне нужно изобразить, но по идее, значит, я собираюсь жить до 150 лет, потому что я занимаюсь инновациями в этой области в том числе, я ещё не прожил полжизни, я холостой мужчина в полных силу, поэтому я вашей рубрике соответствовать не буду. Хотя, вот с другой стороны, действительно, за это время прошла такая эпоха, вот за последние 20 лет, сравнимая со всей, допустим, со всем временем существования советской власти, а может быть даже, я не знаю, эпохи освоения Дикого Запада в Америке, потому что пролетели годы, которые настолько изменили весь мир, что, наверное, я осторожил, я тогда уже, если с этой позиции, я в вашей передаче буду участвовать, ну, а с другой не чувствую себя. Можете смело поломать вам формат. Стариком себя не чувствую, нет. Ну, а что касается машин, которые мы имели в 89-м году, немецкая газета написала, что Мерседесов в собственности кооператива техника больше, чем в три раза, чем у немецкого посольства в Германии и в России. У нас просто была такая служба, мы сдавали первые Мерседесы на прокат иностранцам, которые приезжали в Шереметьево. Поэтому, по-моему, если я не ошибаюсь, у меня было 70 Мерседесов, в том числе 500 их. Нет, вот лично у вас не, как сейчас говорят, не снесло крышу, вы не сошли с ума от такого количества денег, которые проходили через ваши руки. Тогда зарплата была там 150-200 рублей, а у вас миллион. Вы как-то выходили на улицу и относились с пренебрежением, может быть, к людям? Сахар, в то время мы пользовались советскими деньгами, которые в лучшем случае можно было назвать плохой туалетной бумагой. Так ее иногда называли. Это не были как таковые деньги. И поэтому для нас вообще, да все было перевернуто. Сознание человека советского, а мы все были советские люди, деньги могли иметь только бандиты, воры. И честные деньги они как-то не укладывались в таких количествах, да, в сознание людей. Поэтому мы к ним относились, ну, как к вторичным побочным продуктам просто деятельности. Сама деятельность была на первом месте, а деньги стали на первом месте уже гораздо позже в России, в Советском Союзе. Хорошо. Этого не было. Поэтому относились просто так. Зарплату я не получал вообще. Значит, я брал деньги на нужды просто проживания, когда они мне необходимы были. Кстати, мои замы, они были другими. Был зам, например, который скупал потихоря все антикварные ценности в Советском Союзе. Это тот самый из коммунистов? Из коммунистов, например. А когда мне предложили за 27 тысяч купить Жуковку, Жуковка вся целиком стоила 27 тысяч. Это был большой дом отдыха, там было 5 корпусов, недостроенная дача маршала Советского Союза. Я подумал, что я буду с этой Жуковкой делать, в принципе, нет смысла. Не жалеете теперь? Ну, как не жалею? Вот другая эпоха. В той эпохе было совсем не жалко, было глупо покупать Жуковку за 27 тысяч рублей. Сегодня, в нашей эпохе, это как-то все поменялось. Вы сказали, что деньги были только у бандитов и так далее. А для вас кто был страшнее в начале вашей деятельности? Финансовые бандиты или Министерство финансов Советского Союза? С кем было больше проблем? Вы знаете, в то время, когда я вот начинал, когда мы стали богатыми, еще не было рэкета, еще не было крыши. Это был 87-й год? 89-й. 89-й. Все равно не было. Вот все эти криминальные элементы, они наоборот нам говорили, вы что, с ума сошли? Как вы регистрируете фирму? Вас же всех повяжут и посадят, вас же всех перебьют, пересажают. Мы теневики, но оставайтесь в тене и зарабатывайте деньги, не светитесь. Вот что было. А криминал, он занимался фарцовщиками, шашлычниками. Мы же привозили сюда персональные компьютеры. Ну давайте мы тогда по порядку. В то время не было вообще наездов с этой стороны. Начали вы, тем не менее, с брачного агентства, если память не не врет, да? Ну, оно как началось, так и закончилось за пять дней. За пять дней, да? Да, поэтому... А потом уже была техника, да? Потом был кооператив техника, ремонт бытовой аппаратуры. А это вам вообще пришло в голову, вот в эту совершенно не компьютерную страну, завозить компьютеры, придумывать программы? Ну мы начинали, да. Я просто... Ну все это как бы складывалось не от большого ума. Просто мы были в поиске. У нас вообще было два принципа в кооперативе. Приходил человек с идеей, то, чего сегодня не хватает, России. Человек приходил с реальной идеей. И через 10 минут мы ему давали деньги, место и запускали его как отдельное отделение кооператива техника. Так появился «Факт» агентства, потом «Коммерсант» газета. Где вы были? Ну вот «Факт» Володя Яковлевна пришел и говорит, я хочу продавать информацию. Что? Спросили. Информацию. Что, это товар, что ли? Ну посмотрим, я попробую. И у нас было 27 направлений, более полутора тысяч рабочих, работников. Все были счастливы, потому что мы запускали их. Техника была таким инкубатором, который реально запускал бизнес. И потом эти бизнесы все сливались в одну структуру. Вот так было организовано. Потому что брачное агентство. У нас был один человек, который тренировал какую-то там очень дальнюю память человека. И человек вспоминал свою жизнь, начиная с двухлетнего возраста, по дням. Прямо ему говорили, что ты делал в 52-м году в такой-то день. И он начинал рассказывать, как он вставал, маму увидел, папу и так далее. Представляете, вот и был такой человек. Феноменальный совершенно, уехал за границу. Вообще, из тех ребят, которые начинали, 80% эмигрировали. Потому что потом разрушили то, чего дали сначала запустить. Но каким-то образом, чутьем или просто недооценкой положения, Горбачев разрешил народной инициативе подняться и сделать переворот в экономике Советского Союза и России. Вот сегодня эти инициативы не дают пролезть. Давайте мы не будем забегать вперед. Вы сказали по поводу бандитов. А вот что касается КГБ. Там тоже были определенные взаимоотношения у вас с этой организацией. У меня хорошие были отношения с КГБ. Они сами к вам пришли выставить отношения? Как это происходило? Видите ли, всегда такого рода организации во всех странах, там по всех без исключения. Это есть некий исполнительный инструмент для действующей власти. Поэтому организации сами не действовали. Они ловили настроения стоящих у власти коммунистов. А коммунисты меня ненавидели. Потому что в их глазах я был провайдером, как сегодня говорят, капитализма. И, конечно, они вообще все желали моей скорейшей среды. Все-таки конкретно. Поэтому КГБ это делает. На чем вы сошлись? Ну вот у меня много было эпизодов. Но вот один эпизод я написал открытое письмо, его опубликовали. Или я даже выступил по телевидению и сказал, что ну хватит уже заниматься госбезопасностью. В том виде, как она есть. Сегодня понятно, что шпионов нет. Можно купить любую информацию. Зачем талантливые люди, образованные, знающие языки, занимаются делом ненужных ни для них, ни для их семей. Мы, как кооператив, предлагаем переобучить их на менеджеров. Каждому из них дать дорогу в жизнь, дать хорошие оклады. Мы с удовольствием готовы эту программу выполнить. И сразу появилась статья в газете, по-моему, «Московский комсомолец», или он, не помню уже какой, где писал начальник КГБСН и Москвы, что вот эти толстосумы, эти несчастные капиталисты, буржуи, которые залезают в наш Советский Союз, пытаются разрушить нашу знаменитую организацию, которая столько дел и столько пользы приносит. И следом я получил письмо, где было, если плохо помню, около 50 подписей. Причем подписи от полковника до лейтенантов. Все это офицерский состав. Там было написано, «Уважаемый Артем Михайлович, мы провели в КГБ большое собрание. Мы обсудили ваше предложение. Вы абсолютно правы. Нечего нам делать теперь. Ничем мы не занимаемся. Не ловим мы ничего, никаких шпионов и антисоветчиков. Переобучите нас, пожалуйста. Мы готовы стать под ваши знамена». Вот такое письмо я получил. Ну, могла эта организация ко мне хорошо относиться, как вы думаете, после таких вещей. Ну, а потому что в лице все-таки своих начальников, там не было подписи генералов. Хотя потом генералы приходили из КГБ, говорили, мы вот всю жизнь занимались пакостью. Мы ломали людям судьбы. Вот я там из какого-то там управления, самого паршивого, который арестовывал диссидентов. Вот я теперь понял свои ошибки на пенсии. Мне не хватает моей пенсии. Возьмите меня на работу. А сейчас вы так на работаете? Могли бы письмо написать в сторону ФСБ? Могли бы с таким письмом обратиться? А шпионов нет? Подождите. По-моему, мои прогнозы уже наоборот реализовались. В смысле? Ну, в смысле, ФСБ сегодня на всех постах сидит, где угодно, в коммерческих структурах, в госкорпорациях. Че, неправильно, что ли? То есть они потихоньку начали учиться и переучились, да? Они просто поняли, услышали, и самоорганизовались, и все нормально. Вот они мне должны быть благодарны. Я им дорогу открыл, глаза открыл на правильный путь. Что вас привело в политику? В какой момент вы поняли, что вы хотите стать не только бизнесменом, но и политикой? Я думаю, вот сейчас понимаю, что есть люди разного типа мышления. Вот мне просто свойственно мыслить некими категориями большими. Ну, хотя бы такими, как что надо делать, чтобы побороть кризис, что надо делать в экономике. И, в принципе, реализация таких идей, она может быть только через политические силы. Вот это меня толкало в политику. Ну, в частности, я дважды баллотировался на губернаторов в Санкт-Петербурге и в Красноярском крае. Я оба раза проиграл. Но неважно, вся моя жизнь складывалась из того, что мне нужно было реализовать то, чего я придумал. Ну, понятно. Зачем вы пошли, тем не менее, в Верховный Совет? Вы пошли в 90-м году, когда вы уже были в Верховном Совете. Был в 90-м году. А в 91-м вы уже эмигрировали, это правда? Да, в 93-м вернулся и был депутатом Госдумы. То есть у меня все время это. А в 2000-м баллотировался в Петербург, а в 2003-м баллотировался в Красноярск. И на этом закончились мои попытки хождения во власть. Тем не менее, на вашем сайте по каждому из этих поводов какая-то информация размещена, которая заставляет новые вопросы вам задавать. Потому что, например, конфликт с Горбачевым весь вертится, по сути, вокруг проблем с передачей островов японцам. И тут хочется все-таки то ли усомниться, то ли еще серьезнее спросить, как все-таки это все было. Действительно ли в этом было все дело, или для вашей эмиграции были другие причины. Там, кстати, речь идет о заказе убийства, вашего убийства, страны МВД, и даже называется цифра в 12 тысяч рублей, которую отдавали за вашу голову. Вы можете как-то подробнее на эти темы распространиться? Ну, если это интересно вашим слушателям. Ну, во-первых, Курильские острова. Я выступал, потому что действительно был план у Горбачева таким образом решить проблему Дальнего Востока. Потому что японцы предлагали 200 миллиардов долларов инвестиций, как только вопрос островов будет решен. И тогда денег не было, деньги вывозились, золото партии уже покидало тоннами Россию, вывозилось, и нужно было какие-то деньги, что-то надо было делать. Поэтому я попал просто в точку. А почему я сделал такой анализ и высказался на эту тему? Я уже был депутатом. Меня это волновало хотя бы с той позиции, с той точки зрения, что еще я был вице-президентом Союза Кооперативов СССР. Я думаю, что вариант устройства капитализма японского в России уж совсем не подходил. Сегодня понятно, что не подходит и демократический вариант. Да, но уж японская система, где совершенно неправдоподобная была. Я вот из этих соображений выступал. Насчет заказа этого самого я вам расскажу просто о продолжении этой истории про 12 тысяч. Заказ был сделан подольской группировке, конкретно бандиту по имени Исаев, или как его там звали. Его выпустили из тюрьмы специально для того, чтобы он меня убил. А почему я знаю теперь достоверно, что это все было так? Потому что предупредил меня об этом человек из Петровки 38, парень, с которым мы учились вместе, и который был внедрен в эту банду, а потом заживо закопан в землю. Когда-то Мурашов, такой Аркадий, был начальником Петровки 38, недолгий период. И когда он ко мне приехал, я сказал, Аркаш, у тебя там живет, работает Гальперин такой, он спас мне жизнь. По-моему, он там лейтенант или что-то. Возьми этого парня, но хотя бы из соображения того, что я ему благодарен. Он был потрясен, он говорит, Гальперин, так это он был внедренный и закопан живым, а мы считали его предателем, потому что он перестал выходить на связь. И потом этого Исаева брали, он взорвал гранату, себя взорвал и двух следователей. То есть это все как бы персонифицированная история. Мы встречаемся через два часа с Мурашовым, кстати. Спросите Аркашу про Гальперина. Ему помогал он, кстати, потом. Паркотичка меня спас. Он пришел и сказал, Артем, я рискую жизнью. А кому это было нужно, ваше убийство? А это все очень было просто просчитано. Горбачев в каких-то кругах сказал, как он всегда любил говорить, неконкретно. Опять этот Тарасов здесь, он вообще мутит воду, что он нам капитализм предлагает. Мы все-таки социалистическая страна. И перестройка, почему она это называется? Это перестройка социализма, а не перестройка социализма в капитализм. Наверное, при этом присутствовал господин Пуга покойный, земля ему пухом. И господин Крючков. Или еще там, не знаю кто. Какие-то господа. Эти господа услышали и интерпретировали, как обычно, высказывания президентов. Это самое страшное, когда свора вот таких людей, находящихся вокруг власти, интерпретируют мнение президентов. Да, интерпретация их пришла к такому. Убрать. А как убрать? Я депутат, я рядом с Ельцином. Ельцин с трибуны говорит, Артем Михайлович, мы тебя защитим. Не бойся, я тебе даю слово. Прямо там. Да? Как, куда деть? Вот тут и дошла мысль до того, что, а почему политические убийства не использовали? Страна-то у нас идет вперед, развивается. Пора бы уже начать. Вот я был бы первым политическим трупом, если бы не уехал. А уехал и потому, что у меня был генерал КГБ, работающий уже на отставке, вот тот, про который я рассказываю. Который пришел ко мне и говорит, Артем, уезжай, я тебе ничем помочь не могу, я знаю, что против тебя там готовится. Это второй сигнал. То есть событийность была такая, и сигналы поступали так, что в целом понять ситуацию можно было просто. А Герман Стерлигов тогда у вас уже не работал? Он работал у вас в охране? Он никогда не работал у меня. Он пришел, как-то я ему помог взять первый кредит, он открыл биржу, попал как бы в точку, но это уже без меня было. И потом я уехал в Англию. Но он не предлагал вам? Где он? Уф, я охрану не предлагал? Ну, когда-то, да. Но когда я уже был в Англии, Герман оповестил всех, что я работаю директором Алисы в Лондоне. И потом это настолько прилипло, что я сейчас читаю в своих биографиях, что я был директором биржи Алиса в Лондоне. Но мне все равно, кем я был. Герман очень талантливый человек. На мой взгляд, если у него не поехала крыша, а он играет в такого полусуможедшего, то он еще себя проявит. Если же у него все-таки что-то случилось, тоже жизнь ломала, то тогда мне его просто жаль. И еще другой человек, Виктор Виксельберг, который работал в ваших структурах. Он-то у вас работал? У меня работали много людей. И я работал с людьми, потому что, да, Виктор очень интересный человек. Это наша гордость, да. Это наш сын, которого мы выпустили в полет в денежный. Он сегодня летает высоко. Значит, мы дали ему дорогу. Кстати, когда я встретился с ним в 2004-м, сюда приехал, Витя меня назвал. Здравствуй, учитель! Он сказал. Я рад тебя видеть. А есть какие-то еще люди из числа ваших учеников, которых вы могли бы назвать? Ну, условно говоря, учеников, с которыми вас сводила судьба на перипетиях начального накопления капитала в России. Они все в Силиконовой долине, они все у нас в Лос-Анджелесе. А их уж нет. Тех, которых поубивали, это страшное дело, потому что я считал, там, 24 человека приблизительно. Те, с которыми я дружил. Это и политики, и бизнесмены, которых убрали в эти годы. Когда меня все время спрашивают, вот что ты уехал, вот. Я все время говорю простую вещь. Я просто выбирал, где сидеть, в тюрьме или в Лондоне. Быть убитым, да, или есть устриц на Лазурном берегу. Принормальный человек выбирает второе. Я ничего не хочу сказать против Ходорковского. Но выбор его неправильный. Сегодня бы он был более полезен, в том числе и для России. Вместе с моим другом Платоном Лебедем, кстати. С которым я действительно дружил всю жизнь. И считаю его самым порядочным человеком из тех, кого я знаю. Ну, коль вы сказали Ходорковскому, это ведь верная история о том, что вы собирались прийти в ЮКОС и шли переговоры о том, что вы будете там работать, причем на серьезные должности. Захар, вы начитались, я знаю, перед этим интервью. Вы все это спрашиваете. Ну, да, я вернулся, я хотел работать менеджером. 2003 год. Ну, кстати, я сейчас такого мнения. У меня сейчас сегодня нет своих структур. Я просто работаю с людьми, которые нуждаются в моем опыте. Больше всего в опыте иностранном. Потому что благодаря госбезопасности, спасибо большое, я там отучился, стал профессором, да, и настолько обрел связи много за 8 лет жизни за границей, что я сегодня очень серьезный специалист, необходимый для России, потому что Россия пытается двигаться в капитализм, не понимая до конца, что это такое. Ну, сейчас-то вы себя в России спокойно чувствуете? Не так, как в 91-м? Ну, сегодня, конечно, во-первых, не та страна. За эти 20 лет, по моим таким расчетам, Россия менялась раз 10. Кардинально менялась. От власти олигархов к власти портократии сейчас, кстати, к этому идем. Административной власти, единоличной власти. Что только не было за это время. В принципе, вроде ничего не происходило, но страна менялась совершенно круто. А ваши как-то личные политические взгляды изменили за это время? Вот смотрите, я захожу к вам на сайт. Там не написано, что вы были членом партии «Демократический выбор России». Ничего по этому поводу не сказано. Вы каким-то образом умышленно про это не говорите? Или вы как-то немножко переориентировались? Хотите, я вам все объясню? Давайте. Я свой сайт не читал ни разу. Ну, бывает. Есть хорошенькая девушка такая, которая мне нравится, которая ведет этот сайт. Она, ну, иногда я вот заглядываю туда, что-то увижу такое, говорю, ну, как не стыдно, это неправда. Ну, я же нашла это там-то, там-то. Ну, в итоге я-то человеку не давал. Я в блоге не, в блог пытался открыть, я живой журнал начал писать, потом перестал. И, в принципе, к сожалению моему, ну, я не читаю сайт. Я все исправлю, я ничего не скрываю. Я, по сути своей, конечно, демократ, потому что я формировался как человек за границей. Это, правда, было второе пришествие в моей жизни. Первые 40 лет я был ярым коммунистом беспартийным, вот, как меня называли, потому что, конечно, было стремление вступить в партию, я стоял в очереди. Я помню свой номер в очереди, 99-й был в НИИ, да, в списке по вступлению в партию, три места в год давали. Вот я был 99-й. Мне надо было 33 года, и я был в партии, и все было в порядке. Поэтому я формировался как личность, как человек, которого представляю сегодня я сам. Это продукт иностранного происхождения, увы. Потому что все остальное, что поломалось у меня в голове... Кстати, не только у меня, вы знаете, как интересно было смотреть на коммунистов, у которых в сознании действительно ломалось все. Любовь к партии, там, я не знаю, ну, жизненная кредо, ожидание, вера, вера, самое настоящее верование, верование в какое-то чудо коммунизма. Все ломалось. Травкин, помните, такой был? Конечно. Бедный, дорогой мой Травкин. Он съездил в Германию, по-моему, приехал и сказал, все, кончено. Чего меня обманывали? Я был в социалистической стране, говорил Травкин, в Западной Германии еще. А ваши-то демократические верования, они не ломались в том же самом 91-м, 96-м, когда вас киданули с выборами президента Галину Старовой? Я понимаю, но я тогда пошел... Галина, кстати, отказалась, потому что она, наверное, чувствовала приближение такого конца. А я пошел в Конституционный суд, и суд у меня принял, конституционное разбирательство было по отмене результатов выбора Ельцина. Потому что там все было подтасовано, и меня поддержало тогда, кстати, 108 действующих депутатов. Чтобы подать в суд, нужно 100 подписей депутатов, чтобы в Конституционный суд что-то приняли. Но я это подал и сбежал второй раз. Опять по той же простой причине. Где легче сидеть? В тюрьме или в Лондоне? И я посчитал в Лондоне, понимаете? Я нормальный человек, адекватный. Но это та самая демократия, которую в том числе и вы строили своими руками. Вот она вот обернулась такими вещами, что человек, его выметают с выборов, его после этого могут убить, если он идет, согласно закону, и подает в суд. Это что такое? Это же вы тоже? Вот сам факт уже того, что я пробил эту подачу в суд, я могу с гордостью сказать, что на тот момент жизненный я сделал все, что мог. В том числе и людям, которые поставили миллионы подписей за меня, которые забраковали за три дня, два эксперта. Я посчитал, два эксперта, чтобы просто прочитать миллион подписей, им нужно было три недели. За два дня они забраковали 480 тысяч подписей из миллиона. Миллиона двухсот собранных. Вот что сделали со мной и со старовой, кстати. Поэтому я вот перед теми людьми, которые реально подписывались, первая подпись, знаете, какая была? Муфти Чечни, в тот момент, когда была война. Посчитали, что это подпись поддельная. Значит, на самом деле там было все правда, потому что подписи собирала русская лото. Мой проект, который я внедрил. У нас работало 36 тысяч продавцов билетов лотерейных. Для них это было счастье, собирать для меня подписи, на выдвинуть выдвижение президента. Знаете почему? Это дало им повод прийти в дом, постучать в дверь и сказать, подпись за Тарасова не поставите. И мы говорили, иди ты отсюда. Он говорит, а билетик не купите? Билетик купим. У них возросла продажа в два раза билетов. Они были так благодарны. А правда говорит, что это русская лото? Ваш проект был каким-то образом связан с чеченцами? Почему связан? Там был чеченец, и есть этот чеченец, который взял свои руки железные, отбил все наезды, все захваты. Ну и я думаю, муфти тоже не случайно получился там у вас. Да, потому что чеченская диаспора собирала мне эти подписи в Грозном, в развалинах, под бомбежкой. Да, этот чеченец, если бы не он, вообще русской лото бы не существовало. А как отбиться? От солнцевских, на территории солнцевских не платили дань только русская лото. Все платили в то время. Это же лихие 94-е, 95-е, когда мы внедрили. Но когда вы уехали за границу, вас чеченцы отодвинули от бизнеса? Ну, не то, что отодвинули, от бизнеса. У нас не было сформировано никакого пока акционерного общества, все еще было на словах. Я абсолютно не в претензии к этому. Наоборот, я рад всегда, когда мои детища живут. Детища моего, TransAero, как хочу сказать, очень рад. На юбилей меня не приглашают. Но на самом деле, первый самолет, который вывозил евреев, мы договорились в Нью-Йорке, и нам платили 400 долларов за каждого вывезенного. Так начиналось TransAero, мы взяли один Boeing. Все это было, все это хорошо. Я очень рад, что есть TransAero, который прекрасно работает. А что вы хотите на самом деле владеть всем этим? Это сегодняшняя психология. Я, слава богу, в передаче старикам здесь не место. Поэтому меня эта психология сейчас не касается. Слава богу, у вас отличный просто настрой, позитивный, о чем бы вы ни говорили. Но вы несколько раз произносите фразу уже в течение нашего разговора, что здесь я поступил правильно, здесь я был прав, здесь я не мог поступить иначе. Вот есть события в вашей жизни, о которых вы можете сказать, здесь я был неправ. Вот здесь я потерял то, что я мог бы схватить за хвост и не выпустить больше никогда. В основном это все касается бизнесов, потому что любой бизнесмен – это такая жизненная позиция, время, которое тратится, что бизнесмен все время теряет, достигает вершин и иногда просто рискуя падает вниз. Вот я тем более не простой бизнесмен, а я отношусь к категории предпринимателей. Это люди, которые рискуют, это люди, которые не пытаются сесть на нефтяную вышку и захватить, как-то все оплатить, и потом находиться где-нибудь там на юге Франции. Нет, бизнесмены, которые называются предпринимателями, придумывают то самое новое, что только и двигает человечество вперед. Вот я этим занимаюсь, занимался и буду заниматься до конца своей жизни. И ошибки мои были связаны с этими проектами, когда ты вкладываешь все, а потом тебя надувают, либо тебя ломают, либо у тебя украли. Ну, например, самые главные ошибки. О, это очень много. Ну, вот в Англии меня надул профессиональный аферист. Он украл у меня 5 миллионов долларов. А потом еще два года я судился против него, еще потерял два. То есть 7 миллионов долларов стоил мне один человек. Когда-то у меня были такие склонности, что я считал в мерседесах, в яхтах, в домах, сколько я потерял и так далее. А потом я понял, это чепуха, это образ жизни человека. С ума бизнесмен не сходит, когда он теряет 5 миллионов, 5 миллиардов или еще чего-то. Потому что все равно деньги – это результат. Может быть, цель конечная, но процесс-то не остановился. Мы не умерли. Мне до 150 лет еще, знаете, сколько лет жить? Потому что я вот сейчас делаю проект, который дает каждому прожить вторую жизнь. Интересно или нет? Хотите вторую жизнь? Я могу вам сегодня это предложить. На самом серьезном образе. Отлично. Расскажите. Да? Ну вот я в Швейцарии хочу запустить банк, криобанк на аппаратуре российской, который заморозит ваши клеточки, обычные клеточки. И поскольку движение науки идет в сторону клонирования, ничего уже не остановит. То лет через 50-100 ваши клетки заморожены. И мы разморозим, они будут живые. И вас клонируют, вы будете клоном. Вы вырастите в семье своих прапраправнуков. Потом достигнете 20 лет, вам скажут, Захар, вы живете второй раз. Вам интересно, кто вы были в первой жизни? Вы будете абсолютно идентичная копия. Вы будете с теми же характером и талантами, которыми сегодня обладаете. Вы вот не ведущий сегодня почему-то первого канала. А в той жизни вы добьетесь многого. Вы верующий человек? Я говорил с батюшкой и сказал ему одну вещь. Я говорю, батюшка, только анафеме меня не сразу не подрекайте. Дважды в Библии упомянуто клонирование. Он говорит, да ну. Ну, говорю, смотрите как. У Адама взял Бог вебро и сделал из его плоти Еву. Как? А вообще, говорю, Иисус Христос, батюшка, как появился на свет? Не клонированием ли? Непорочное зачатие и по своему образу и подобию был создан Богом. Это и есть клонирование, которое в Библии написано. А про душу мы не будем говорить на самом деле. А вот память мы вам вернем. Потому что сегодня, записав осциллограмму вашего мозга, я очень далеко продвинулся по этому проекту. У меня есть уже желающие, я всем обращаюсь. Кто хочет, пожалуйста, взнос маленький, взнос будем платить из вашей посмертной страховки. Войдете в клуб, мы сделаем такой клуб. Все это открывается в таком месте, где даже атомная война не повредит ваши клетки. А что будет через 500 лет? А вдруг японская, там, китайская раса займет почти весь мир и белый человек будет уникальный. Вот тут и проглодятся ваши клетки. С вами будут все возиться вот так, на руках. Ну вот один из таких проектов. Ну, у меня очень много проектов. Я могу вам сказать одну вещь, которая потрясет сегодня, наверное, телезрителей. Есть инновация в России, которая удваивает извлекаемые запасы нефти. Одним вот щелчком. Этот человек пока здесь. Этот человек пока понимает, что выйдя с этим на рынок, можно просто убить нашу страну, которая живет за счет нефти. Почему убить? Ну, потому что нефть рухнет сразу, в два, в три раза. А у нас весь бюджет идет из 55 долларов за баррель. Только из этого и строится. Так вот, для такого проекта здесь нету возможности внедрить его. Потому что менеджер, знаете, какой нужен? Владимир Владимирович Путин. Или Анатолий Дмитриевич Медведев. Это уровень. Дмитрий Анатольевич Медведев. Это уровень их. Потому что я не способен это сделать. Но тем не менее, понимаете, что есть сегодня в России? В России сегодня существуют такие инновации, о которых все говорят. И никто не дает им возможности выплыть, потому что мало понимают, о чем говорят. Вот чего меня беспокоит больше всего. Вы-то обращались к этим чудесным рыцарям Владимировичам? Писать письма через сайт интернет? Ну, я не знаю. Вы же опытный политик. Ну, простите, Захар, если вы не знаете, как, то я не знаю. Когда-то Юрского, знаете, спросили, скажите, пожалуйста, вы не хотите войти в Единую Россию? Он сказал, вообще-то войти хочу, но вход не могу найти. Вот у меня вход не могу найти, понимаете? А так, вообще-то, я мог бы предложить много вещей. Сегодня России нужно одно, чтобы не были потом выступления президента такого рода, что вот нам это надо, нам это надо, но не знаем как. Вот чтобы знали как, нужно, знаете, что повторить? Повторить вот тот самый 88-89 год. Как? Открыть возможность для инициативы людей снизу, начать зарабатывать деньги, внедрять инновационные проекты, чтобы им никто не мешал. У нас отделена церковь от государства, отделите бизнес от государства. Вот и все. Больше ничего не надо. Может быть, они не уверены в силе и устойчивости своей властной вертикали? Может быть, они боятся, что все рассыпется? Нет, зачем? Я спрашиваю. А чтобы наполнять ваш бюджет, который вы запланировали, у нас 6,5 триллиона рублей бюджет. Если это разделить на 32, получится 220 миллиардов долларов. Это все, что мы зарабатываем, бюджет такой. У меня есть мой приятный любимый друг Арабских Эмиратов, шейх Нахаян. Личное состояние их семьи 320 миллиардов. А вот то, что я говорю, если бы отпустили бизнес на свободные хлеба, если бы не мешали, мы бы стали третьим центром мира, то, о чем мы говорим, не понимая, что мы имеем в виду. Китай, Россия, Америка. Мы бы сделали треугольный мир, троеугольный мир. Европа бы там осталась позади. Потому что потенциал огромный, и потому что он настолько задавлен, понимаете, сегодня всем чем. И дальше все то, что предлагается. Но вот сейчас кризис. Что дали для реального, для малого и среднего бизнеса? Для того, чтобы он как-то выжил и ожил, или просто не поддох. Ввели возможность на местах регулировать там ставку налога от 15 до 5%. Сколько областей, как вы думаете, отрегулировали до 5%? Одна. Орловская. Там такой бизнес огромный, что вот они пошли на это. Все остальные 15 оставили. 217 миллиардов сегодня заложено у нас на развитие инноваций. Как они будут израсходны, знаете? Ну, 10 миллиардов сразу Роснано забирают. 53 миллиарда имущественный взнос в Росатом. Это имущественный взнос, это совсем не инновация, да, понятно? Понятно, что под эту категорию подвели, подсунули что? Судостроение. Весь космос. О, где у нас инновации оказывается? И фонды инновационные. А что такое инновационный фонд? Чем больше фонд, тем больше процентов. Правильно платят? Ну, раз его держать, не тратить. А кто с процентов живет? Работники фонда. Будет этот фонд тратиться на что? Никогда. Ноль у нас сегодня в инновациях. Ноль. И люди, которые последние крохи уезжают сегодня из страны, увозя вот эти гениальные идеи, как удвоить количество извлекаемой нефти в один день, в два раза во всем мире, да, я не хочу этого называть человека, застрелят его и меня, понимаете? Но эти люди еще остались. Человек, у которого водородный генератор стоит, я все время об этом говорю, показывал это. На сайте у меня этого нет, но можете поискать. В интернете есть водородный генератор, вылил в воды ведро, с одной трубки идет водород, с другой кислород. Все, не нужно вообще бензина. Ничего не нужно. Поставил багажник и езжай на воде. А у вас есть политические амбиции еще? Вот чтобы вот все это воплотить в жизнь, или частично то, о чем вы говорите, ведь нужно политикам быть? Или вы будете ждать, что они к вам обратятся, и придут и скажут? Я никого не жду. Я никого не жду. И я глупо буду бы ждать. Хотя время у меня до 150 лет, как всегда. Полно, на самом деле. Три поколения еще с ними сменится, этих самых наших президентов. Пять, может быть. Я не по этому. Я, на самом деле, сегодня доволен властью. Потому что власть разумна. Ельцин было время, функционировал полтора-два часа в день. Остальное время он был не функционален. Да, наш президент? И мы жили в такой стране. Все нормально. Кстати, президент соответствовал той стране, которая была при Ельцине. Сегодня, в общем, это умные, разумные люди. И, к сожалению, к большому, не того происхождения оба. Что имеется в виду? Ну, не из нашей крови эти люди. Если бы они были бизнесменами, которые пришли к власти и рассматривали уже потом власть с позиции, ну, предприниматели бы были пожили. Прекрасные юристы, прекрасные разведчики. Я не знаю, кто там. Да, но это не та сфера, которая позволяет развиться экономике. Но при этом это молодые, энергичные, умные люди. Вот Медведев сегодня выступает с инициативой. Пишите мне, я буду рассматривать. Все это здорово. Все это напоминает, знаете, кого? Рузвельта. В период большой депрессии Рузвельт обратился к американцам и говорил, приносите свои проекты. Но там было еще кое-что, что Медведев не написал. Очень простая была идея у Рузвельта. Он там дописывал. Каждый американец, который принесет нормальный, интересный проект, будет моментально зафинансирован, и проект будет внедрен. И это не были слова. Когда принесли Рузвельту проекты, которые были полезны Америке, они были внедрены, куда мне нести проекты, как побороть коррупцию. Например, я вот выступал, приезжала такая же мощная бригада из НТВ. Снимали меня, я рассказал все от А до Я, и это запретили. Еще раз нам расскажите, мы не запретим. На самом деле это полуторачасовой реальный настоящий разговор. Потому что... Ролик там 20-минутный висит. Борьба с коррупцией, в принципе, это две вещи нужно сделать. Первое, произвести административную реформу, ту, которую у нас не сделали, и она у худшего положения. Она очень простая. Могу вам рассказать за пять минут? Давайте. Административная реформа делается очень простым образом. Есть всего 9 потребностей у людей. 9 у всех людей во всем мире. Если это так, то нужно 9 административных органов. Больше не нужно. Это то, что сегодня говорит Медведев. 9 это... На 2 больше, чем смертный грехов. Нам вам скажу сегодня, назову это, и вы согласитесь. Первая потребность человека – защита. Правильно? Нужно министерство или ведомство защиты. Сюда входит все. И МЧС, и армия, и Онищенко, и МВД. Защита. Второй человек защищенный. Что ему нужно? Еда. Не нужно нам министерство сельского хозяйства. Не нужно. Не нужны нам продовольственные базы, снабжения. Нам нужно министерство еды. Люди, которые занимаются едой. Я вам скажу почему. Что потом это даст. Третье, что вам нужно? Вам нужны товары народного потребления. Все товары народного потребления. Четвертое, вам нужна крыша над головой. Министерство строительства вам нужно? Нет. Стройматериалов? Нет. Жилья министерства нужно? Жилья. Больше ничего. Да и так далее. Работы, здравоохранение, образование, культурное времяпрепровождение, отдыха. Сюда же входит Министерство социального обеспечения. Нужно заботиться там надеть. Так вот, сделав эти структуры и рассадив туда нашу чиновничную армию, только две или три из них оставить нужно на бюджете. Все остальное должно быть переведено на самоокупаемость, как ни странно. Если ты руководишь министерством еды или районным отделением еды, и у тебя еды стало больше, то ты должен иметь реальное отчисление от этого, чтобы тебе было стимулировало, чтобы ты помогал местным фермерам и производителям еды производить колбасу, открывать новые магазины, открывать новые фермерские, вот и все. Я назвал это бюро предпринимательством. С этим бороться не надо, а это нужно искоренить. Взятки исчезнут, и вообще понятие взяточничества исчезнет, как когда-то исчезло понятие спекуляции. Раньше ведь схватали и сажали за то, что продавал там где-то стоя чего-то. Сегодня ты нормальный человек. У нас нет такого преступления. И этого преступления не будет. Вот эта коррупция останется в сферах, где она и существует реально в разных странах мира. Там по мелочи все. Но нигде нет такой коррупции, которая бы существовала в системе управления, которая ненавидит то, чем она управляет. Она хочет доить это все, а не управлять. Вот вас смотрите. Город Красноярск, мой любимый. Не хочу я Москву трогать, Лужков еще обидится. Там есть такой мэр Пимашков, он все повторяет, что Лужков. Даже фамилия похожа. Он вечный мэр, не переизбираемый. Я это знаю. Фонтаны он строит и расставляет красноярские катки с пальмами летом. Для красоты. У этого мэра есть целый ряд районов. В каждом районе есть отделение дорожного строительства, отделение образования, отделение канализации, отделение природы, экологии. В каждом есть начальстве, все сидят. У мэра Пимашкова где-то, ну, наверное, на 500 тысяч жителей, где-то под 6 тысяч, 7 тысяч только системе муниципальной власти людей, которые кормятся за счет того, что они дуют кооперативы. 6 тысяч человек на 500 тысяч человек населения, на 600, да? Возьмите Лос-Анджелес. Вы знаете, я когда ехал по Сибири, я там несколько раз ездил, и Красноярск один из самых красивых и благоустроенных городов. Потому что там есть Хлопонин. Потому что там есть Хлопонин. Потому что есть... Нет, там есть соседние города, которые выглядят хуже, чем в Красноярске. Я понимаю, потому что там Прохоров платит вынужденно налоги со своей зарплатой. Все понятно почему. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что эти 6 тысяч дармоедов в Красноярске можно сравнить с городом Лос-Анджелеса. С мэром которого я встречался сам. И спросил, сколько у вас в мире человек. Он сказал, 16 и одна вакансия. 16 на город 3 миллиона. Когда я ему рассказал о том, что по моим подсчетам в Москве 120 тысяч в системе муниципальной власти, он обалдел. Он сказал, а что они все делают? Наша задача разделить бюджет города на тендерной основе. Выбрать тех, кто лучше поубирает улицы. Зачем нам управление дорожной уборкой у дорожных улиц? Это делают наши по тендеру фирмы. Отопление и все. Наше дело разделить бюджет и смотреть, чтобы мы просто выполняли 16 человек в Лос-Анджелесе и 6 тысяч у Пимашкова, 120 тысяч у Лужкова. Вы хотите в этой стране построить капитализм, ребята? Там тоже количество чиновников приближается к нашей. И наши очень любят говорить. У нас 2 миллиона и там 2 миллиона. Но там они работают где? В тех сферах, где их нельзя убирать, в социальной сфере они занимаются детьми, инвалидами, они занимаются волонтерством и так далее. И нельзя трогать систему защиты. Все остальное, хозрасчетное в России. И тогда эти люди будут знать, что если он открыл 3 новых кафе на территории, а он является представителем власти в этой территории, то он с каждого кафе 5% получает в свой карман. Казалось бы, в свой карман. Вот он уволится, мне говорят, и он же заберет все. Нет, в тот самый отдел он получает деньги, где сидят его же бюрократы. И когда он уволится, он будет с деньгами легальными, он спать будет нормально. За что его гнобить? За что его сажать в тюрьму? Сегодня он не заинтересован, сегодня хочет, чтобы все кафе закрылись, потому что каждое закрытие снова ведет этого человека, чтобы он дал взятку на открытие. Вот что сегодня будет. А так он будет звонить и говорить, почему ты второй зал не открываешь? Чем тебе помочь? А вот мне мешает санэпидемство. Кто мешает? Вот где вступает власть. И он звонит и говорит, ты что, с ума сошел? Ты мешаешь кафе развиваться, который нужен городе? Все становится с головы на ноги, нормально совершенно. И запускается вот эта инициатива. Когда кооперативов в апреле было, я был 10-м, в 87-м году, 10-е частное предприятие в Советском Союзе в апреле. Где-то через год у нас было 300 тысяч. Вот что нужно России, чтобы Россия просто обрела то, что она имеет. А вот этих кулибинных, которые ходят с мозгами, с проектами, которые нуждаются в деньгах, и их фонды с ними не разговаривают. Роснано, Росатом, они-то их названия не знают, их на порог не пускают. Это вся наша эмоциональная экономика. Но вы знаете, что этого не случится? Вы так честно сами себе можете сказать, что для того, чтобы совершить то, о чем вы говорите, нужен был ей страны, по сути, революционер, как им был Петр Первый. Почему? Медведев подходит. Подходит, да? Подходит. Медведев подходит, потому что он излагает правильные вещи, говоря, я не знаю, как это делать. Если он честен, если он захочет услышать, как это делать, он услышит не только от меня. Медведев говорит, что в России нет никакого технологического расставания, например. Он сказал, что Россия – это бред. Технологического расставания в Роснатоне или где-то там в Росвооружении. Вообще в техносфере. Вот сегодня Медведева обманывают очередной раз, создавая фонды помощи и инноваций. Это чистой воды обман. Это кормежка еще кучи присосавшихся туда людей. Мы об этом говорили. Вот. И, значит, я хотел бы, чтобы он услышал одну вещь. Достаточно хорошая у нас страна, инициативная. Сегодня в три раза, сказали, увеличится количество безработных в Москве. В этом самом, вот сейчас, осенью. Такой план идет, да? Вот в три раза увеличится количество безработных. Сегодня их 2 миллиона официально в России. Ну, наверное, 5. А то, может быть, и 10. Приплюсуйте сюда еще вот этих самых чиновников, которые начнут заниматься полезным трудом, помогая бизнесу стать на ноги, получая из этого легальные деньги, платя, кстати, налоги. И когда они уволятся со своего места, куда они пойдут работать? В бизнес. Потому что они будут знать все на своей шкуре, как сложно, и как они могут дальше жить. Вот и есть механизм. А что будут делать 9 министерств и ведомств? Они будут делить ответственность между собой. Если ты отвечаешь за питание в стране, тебе не надо сваливать на то, что минудобрения не принесли удобрения, поэтому нет урожая, что нету техники, и ГСМ не завезли, что вот поэтому нет урожая, и что дороги хреновые, и ремонтов нет. Я все понял. Вот у меня, знаете, какой вопрос? У вас такая огромная судьба. Десятки при сотне встреч, за границей, да? И вот вы говорили о людях, которые могли бы вас называть своим учителем, и даже называют. Вот вы-то кого-то можете назвать своим учителем? Была ли какая-нибудь встреча у вас в вашей жизни с человеком, который вас совершенно потряс с точки зрения интеллекта, с точки зрения управительства? Ну, безусловно, Захар. Я же учился за рубежом. Я же закончил аспиратуру Вортон Скул. Вортон Скул – это самая ведущая в мире школа финансовая, такая же, как Гарвард в области менеджмента, также Вортон в Пенсильвании. У меня был, например, преподаватель Ян Макмиллан, имя, которое знает весь мир. Ну, вот человек, перед которым я приеду. Я член Всемирной Организации Миллионеров. World President Organization. А вы и сегодня миллионер? Я сегодня член этой организации. Это означает, что вы миллионер? Ну, тут что, сложно в России быть миллионером? Я думаю, что и в вашей редакции такие работают. Мы же исчисляем все в национальной валюте. Вы чего хотите? Доллар? Доллар – это нам чуждое совершенно явление. Поэтому, если говоря в Руссии, в российских деньгах – да. А что это так? У меня клад очень хороший за год набирается, несколько миллионов. Поэтому, неважно, вот эти люди, которые там, миллионеры ставшие, это люди self-made в основном. Ну, есть разные, но есть и такие. Я случался с безумным количеством людей. Американцы предлагали то, что сегодня пишет Медведев. Пишет Медведев, надо же. Я это предлагаю 20 лет. Американцы говорят, не надо у нас ничего брать, ни денег, ничего. Давайте мы вам дадим технологии, поставим их на ваших заводах и получим за это копейки какие-то в виде небольших акций. Сегодня Медведев об этом говорили. Американцы, я вам что скажу? Реальный исторический пример. Историческая передача об историческом инозавре. Значит, 90-й год. Идет по коридору Силаев, премьер-министр. Видит меня и говорит, Артем, говоришь на английском? Я говорю, да, пошли, пошли, пошли сама. И я стал свидетелем, как угробили российскую авиацию. На моих глазах. Сегодня это понятно, что это угробило. Всю российскую авиацию. Сидим с Силаевым, и сидит представительство компании Lockheed из Америки. И говорят, уважаемый господин Силаев, мы только что были в Ульяновске или в Воронежском заводе авиационном. Блестящее предприятие, нам очень понравилось. Вы знаете, американское правительство заставляет нас снять аэробус Lockheed 111 с эксплуатации. Нас уж фирму полностью переводят на военные заказы. Нам так жалко аэробус, он сертифицирован, он в прекрасном состоянии. Можно мы поставим всю технологию бесплатно на ваш Ульяновский завод, а когда вы выпустите аэробусы и будете продавать по всему миру, вы тогда с нами расплатитесь. Силаев говорит, вы чего? У нас Ил-96 на подходе, у нас Ту-204, скоро будет летать. Lockheed говорит, простите, вы никогда не сертифицируете эти машины. Вы будете отсталые в авиации. Мы вам предлагаем машину, которая конкурентно способна сегодня к Боингу, ко всем этим аэробасам. Ну назовите вы ее ТУ-148. Мы же не просим ничего, мы вам отдаем технологию, нам жалко ее выкинуть в утиль. Вы представляете? Я вам говорю, как свидетель этого, я переводил это Ивану Степановичу с английского. Что же у него переводчика не нашлось в такой момент? Ну вот схватил меня там. Он говорит, не, не, господа, да ладно, да вы что? Да вы что, сумасшедший. Мы это, понимаете? А вы верите в государственный альтруизм? То есть тем это допустимо, в том числе и американским. Да это не альтруизм. Это чистый бизнес. Локхид ставит машины. Заработаете? Они начинают продаваться по всему миру. Локхид возвращает все свои деньги. Получает проценты с этого завода. 10 процентов, 15, да и хрен с ним. Если бы пошли таким путем, был бы у нас сегодня ЗИЛ, помойка и склада. Если бы ЗИЛ просто отдали Мерседесу, как я предлагал, Лужкову и всем. И говорил, да не продавайте вы ничего. Ни копейки не берите за этот ЗИЛ. Никаких тендеров не надо. Отдайте Мерседесу по контракту. Первый год расплатиться с долгами. Прекрасно. Второй год выпустить одну машину. Один грузовик Мерседес на ЗИЛе. Второй год выпустить три машины. Если пять лет вы выполняете программу, завод ваш. Но если вы не выполнили программу, милости просим, мы вас, простите, поменяем. Сколько потребовалось времени, когда я это предлагал в начале 90-х, когда начали открывать сборочные сегодня цеха. Это просто сборочные цеха, но угроблен АЗЛК, завод потрясающий совершенно, ЗИЛ и все остальное. Что сегодня у нас есть с автопромом? У нас бы появились свои модели. Мы уходим очень далеко от вас. Но в принципе, это мое сегодняшнее состояние. Это то, чем я занимаюсь и то, в чем я профессионал. Я профессионал в умных советах правительству, которые не исполняет и не слышит. А как человек-то, вы чем живете? Вы сказали, пошутили, что вы одинокий, холостой мужчина. И почему? Я пишу книги. Вы пишете какая-то связанность. В книге, которая вышла, и которая прошла бестселлером, там есть глава, называется «Русляндия». Я создал страну, которой нет. На границе Белоруссии, России и Молдовы. Вот такой взял Русляндию, которая за 5 лет обогнала Австрию по своему развитию, не имея ни нефти, ничего остального. И туда едет комиссия изучать, почему это случилось. Прочитайте такую главу про Русляндию. Вот все, что я говорю, я взял и внедрил в своей стране. Разве я несчастлив? У меня есть страна, в которой все прекрасно. А книги я пишу. Вот я пишу историю сегодня про затонувший клад, который реально существует, мы его не поднимаем. А в своей книге... В Финляндии, да? А в своей книге, да, я его уже поднял. И там целая мистика. А скажите, представьте, это интересно. В Финляндии утонул корабль в 1775 году. Ну, в Финляндии в то время не было. Ну, в смысле... Тонул он напротив Швеции. И тогда не было территориальных вод. И там существует реально, которую можно спасти, коллекция Екатерины. Я этим вопросом занимаюсь, в частности, здесь. Видите вот всю эту обстановку? Это не просто так. Это место, где делаются такие проекты. Это компания Метрополь, хочу рекламировать, которая сегодня оплачивает ныряние миров на Байкале. Которая занимается крейсером Варядом, вот здесь все это остальное. Которая оплачивала... Это не Путина опускали на Байкальские воду, да? Конечно. И которая оплачивала все, что ныряли там на Северном полюсе, поставили на дно флажочек. Это все слава, которая незаконно обходит людей, которые это финансируют. Вот это все здесь финансируется. Что с кораблем? Вот сегодня Метрополь взялся за финансирование этого проекта. Мы нашли корабль, 41 метр глубина. Вся коллекция, которой Екатерина принадлежала, в нормальном состоянии. Запаяна в свинцовые ящики и залита воском. Там по мелочи. Римбрандт, Рубенс, Брегель. Можно оценить это в каких-то цифрах? 2,5-3 миллиарда долларов. Ну там 2 миллиарда евро. Потому что там мочками еще не истрачены золотые монеты, например, царские. Вот финны теперь. Теперь Финляндия, появившаяся в 1918 году, говорит, это наше. Мы говорим Бог с вами. Ну пусть это будет общее, только мировое, европейское. Не ваше и не наше. Мы просто его поднимем и сделаем общей гуманитарной ценностью. Под эгидой ЮНЕСКО, ООН. Чего хотите? Пусть это будет висеть, эти картины. Аж полгода в Хельсинки, полгода в Петербурге. А лучше месяц в Хельсинки, месяц в Петербурге. А остальное время мы будем их возить по столицам мира. Отобьем, кстати, деньги, которые потребуются, чтобы это поднять. Можно вас перебить, у нас 4 минуты осталось. Ну вот, значит, этим я сегодня занимаюсь. Против госпожа Халамин. Большой ей привет. Мы выходили и через Путина, и через Медведева. Они все разговаривали с президентом, с премьер-министром, да? Или президентом, а кто он? На Финляндии. Пока, значит, дружеские отношения наши не срабатывают. Двух стран. Но поднимите, нет, скажите. Как только он скажет, да, мы поднимаем их в течение пяти месяцев. Все готово к подъему. Хорошо. Артем Михайлович, спасибо огромное. Я надеюсь, что в следующий раз мы встретимся через 50, да, согласно вашему плану. Планом в программе «Старикам здесь не будет». Почему вы так странно мыслите? Давайте через 120. Я вас заморожу. А вы себя заморозили? Естественно, я буду первым себя морозить, своего сына, свою кошку, пожалуйста. Нет проблем. А потом мы с вами встретимся, мы все вспомним, нам вернут память. Мы поговорим еще об этом случае. Отлично. Спасибо. Очень приятно. Через 120 жду. И очень интересно. Давай, до свидания. Можно теперь поговорить просто с фотографией? А вы не выключайте, я хочу один вопрос задать. Дурацкий. Давай. Я не спросил. Вы в Лондоне с Березовским никак не пересекались? Еще разок можно? В Лондоне с Березовским никак не пересекались? Пересекался он со мной. Он ко мне пришел и говорит, ты здесь адаптирован, помоги мне адаптироваться. Я подряд тогда был в Лондоне. Он только приедет. Я его рекомендовал в несколько клубов английских. Он теперь там член, мембер. Но Березовский последнее время не встречается с теми, кто приезжает из России. Я его понимаю. Бывали в Лондоне всякие. Даже укол зонтиком, от которого гибли люди. А вы тоже там не встречались? В последнее время мы перезванивались, просто когда я приезжаю в Лондон. А в то время мы уходили с ним вместе, говорили о падении власти в России. Березовский считает, что все это само собой закончится. Я на самом деле так не думаю. Я бы очень хотел, чтобы власть воспользовалась мозгами, которые там есть. И действительно не боялась быть предпринимательской. Продолжение следует...